Ситуация с освоением средств на рекультивацию Пехтулинской свалки вновь подверглась критике со стороны главы Чувашии. С подробностями Родион Архипов. Из федерального бюджета на рекультивацию Пехтулинской свалки в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» выделяется 331 миллион рублей. Сумма немалая, поэтому так важен надежный подрядчик, чтобы сроки освоения средств неукоснительно соблюдались. Уже дважды объявлялся аукцион на выполнение работ по рекультивации санкционированной Чебоксарской свалки твердых коммунальных отходов. Но Чувашская УФАС находила нарушения и отменяла проведение конкурсов. Третий раз столичная администрация в лице МУП ЖКХ провела открытый конкурс вместо рекомендуемого электронного. Хотя именно электронный обеспечивает открытость и прозрачность закупки. Выиграла общество с ограниченной ответственностью «Автодор». С уставным капиталом 20 тысяч рублей. У этой организации нет имущества и транспортных средств. 151 человек работает. Среднемесячный уровень зарплаты по итогам полугодия 4600 рублей. Очень много вопросов возникает. Даже менее года работает организация. Менее одного года. Плюс, когда нет транспорта, когда нет имущества, как такая организация по подготовленной некачественной конкурсной документации могла выиграть вообще. Этого допустить нельзя. Глава республики поручил специалистам контрольной счетной палаты досконально проверить условия техническое задание последнего конкурса. Как могло такое произойти? Как можно доверить освоение большой суммы малоизвестной компании? Однако, неэффективное, безответственное и безобразное проведение администрации города Чебоксара, процедуру другого, срывается с заключением контракта и на сегодняшний день. Правила игры установлены. Стандарты есть. Для сведения всех, кто является главным посредителем, они знают, в случае несвоевременного заключения контракта по тем правилам, которые установлены правительством Российской Федерации, с 1 сентября наши средства могут быть выделены 113 миллионов рублей и изъяты Министерством финансов Российской Федерации. Потому что это правило предусмотрено. Сегодня уже 14 августа. Мы не должны допустить срыва проекта при культивации свалки и обязаны предпринять все меры, чтобы сроки были соблюдены. Надо провести открытую публичную процедуру торгов, обеспечить подготовку к качественной конкурсной документации, подчеркнул глава Чувашия. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чебоксарах завершилась приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Члены комиссии проверили почти 200 школ и детских садов. Особое внимание специалисты уделяли безопасности. В настоящее время 100% образовательных организаций города оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, оснащены кнопкой вызова полиции, имеют ограждения по периметру территорий и оборудованы системы видеонаблюдения. С 2016 года начата работа по установке турникетов в школах сегодня. Ими оборудованы 6 школ. До конца года пропускные системы появятся еще в 25 образовательных учреждениях. Еще одно требование – наличие учебных мест для школьников. По нормам СанПина это не менее 2,5 квадратных метра на одного ученика. В Чебоксарах эту проблему решают поэтапно. К новому учебному году переоборудовали помещение в трех столичных школах. Это позволило дополнительно создать 240 мест.